Девушки отдыхают 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 в защите сейчас Берлова. В общем-то, не сильная атака. И сама показала, что своей подруге признала свою ошибку. Могла сыграть лучше, конечно, в этом эпизоде. А вот и первое брейковое очко в этом бронзовом утешительном финале. Зарабатывают волейболисты из Одинцова. Наталья Урядова, видите, наше экраны сейчас крупным планом сидит неподалеку совсем от скамейки для отдыха своих подопечных. Нам всем хорошо известно, что Александр Моисеев вместе с Натальей Урядовой не один сезон вместе провели. Просто так сложилось, что Наташа раньше ушла из большого малого, так сказать, волейбола, пляжного. Ну и сейчас работает с этой командой на тренерском мостике. Какой интересный розыгрыш сейчас последовал. И вновь Берлова признает неоценимую помощь своей подруге по команде Евгения Укова. Ну и операторы с режиссером трансляции также выхватывают крупным планом именно Женя, потому что ну очень здорово она в защите сыграла сейчас по ходу розыгрыша, тянула тяжелые мячи. Ну а последней скидкой она еще и еще раз вспоминаем Лауру Людвигу, олимпийскую чемпионку, чемпионку мира из Дермании, которая подобным образом зачастую с мячами распоряжалась с блестательной карьей. И это было, можно сказать, новое слово вообще в женском пляжном волейболе. Никто тогда и не раньше стабильно на протяжении всего поединка не играл. Чуть что сразу же переправляло мячи под заднюю линию. Вторым касанием доигровки на сторону соперниц Лаура. Мы это прекрасно помним и это приносило очень большие дивиденды замечательной немецкой паре Людвиг Варенхорст. Смена сторон. У нас первая произошла после розыгрыша семи очков. Ну и вот первый брейк. И для команды в белых купальниках, в белых топиках закрыла блоком своим Керина Берлова атаку Александра Моисеевой. Ну и вот выцеливают именно 37-летнюю Сашу Александру Моисееву заслуженную нашу люболистскую пляжницу своими подачами соперницы. 6-4 становится счет после удачной атаки Моисеевой на подаче Сырцева. Глубокое, очень хорошее планирующее под самую заднюю линию точно в цель летел мяч. Это очень здорово прочувствовала Женя Уколова и не стала пропускать мяч в аут, приняла и справилась затем своей нагрузкой в атаке. Ну как мы знаем этот тандем замечательный наш Динамовский и Дени Уколова Екатерина Берлова играют по схеме кто подает тот и остается в глубине площадки работать в защите. Ну а соответственно напарница остается в сетке для постановки блокирующего заслона. Моисеева на подаче. Ну и похоже точно по такому же принципу играют и Моисеева с Сырцевой. В общем у них близкие простовые данные хотя конечно Катя повыше на 5 сантиметров тем не менее. Колова Моисеева 9-4 разрыв в счете очень приличный здорово вновь очередной раз Евгения действует в защите доигровка тут не могла получиться удачный но мяч этот тем не менее предпочла сохранить в игре Женя не рискуя переправил на сторону противоположной стороны на противоположную сторону площадки ну там точно в руки Моисеева конечно Таня должна была выпускать такой возможности она легко очко пятая для своей команды выиграла 5-9 пока что Серцева и Моисеева уступают на подаче Екатерина и это пожалуй первый эйс в сегодняшнем поединке нет что-то определенное у нас все-таки с графикой со счетом на табло этом нашем виртуальном потому что очко сейчас выиграли в люболисте московского выиграли волейболисты подмосковного из подмосковного клуба Одинцова очко было приписано почему-то динамовкам ну наверно скоро мы увидим все-таки большое табло и разберемся с тем какой же счет пока что фиксируем ошибку уколу и в атаке вот это похоже на правду подмосковные волейболисты уступают пока что в счете с разницей 3 очка 7-10 а вот и 8 балл зарабатывает Екатерина Сырцева своей замечательной подачи вновь не справляются вновь ошибается Женя Укола которая так здорово этот матч вроде бы начала но признает как мы видим свою ошибку Евгения в общем-то других вариантов то и не было но главное что поменявшись местами на своей половине площадки Женя перешла из зоны второго номера где начинал этот поединок в четверку и сейчас сумела результативную атаку провести выиграла 11 очко 11-8 на подаче Бирлова и здорово Катя и в защите действует но вообще во всех компонентах сегодня Екатерина Бирлова хороша на блоке мы видели несколько заслонов результативных от нее уже состоялось подает здорово ну и подбирает мячи в защите когда работает на подаче остается в глубине корта и справляется очень хорошо со своей задачей в защите но сейчас не удалось одной рукой мяч этот воздух подбить Катя уходит соперница на первотехнический в этом бронзовом поединке перерыв при счете 12-9 в пользу мини-коллектива мини-команды из волейбольного клуба московского Динамо Уколовы и Бирлова с ними тренер в перерыве матча как видим не работает не общается ну зато вовсю Наталью Урядову там продолжает какие-то советы постороннего раздавать своим подопечным Моисееву и Сырцеву и постоянно общение идет в этой мини-команде состоящей можно сказать даже уже из трех человек если включать сюда и тренера но сегодня в понедельник в Олиграде заключительный игровой день как мы знаем Кубка России начался он очень-очень рано в 8 утра по Москве на центральный стадион вышли участницы первого поединка первого женского полуфинала а затем и второго ну а после женских состоялись мужские баталии мужские полуфиналы теперь нам осталось увидеть только медальные матчи чередоваться они будут в той же самой последовательности сначала девушки разыграют бронзовые награды Кубка России за этим поединком мы с вами уже наблюдаем потом через час их сменят участники участники мужского малого финала в 14.00 по Москве состоится золотой женский финал и в 15.00 мужской такая вот у нас программа на вторую половину дня вторую половину понедельника не смеешься у экранов телевизоров соберется большая телеаудитория собралась уже с утра точно так же как на самом пляжном стадионе витязь продолжается у нас игра и после технического тайм-аута 13-е очко в свою копилку кладут динамовские волейболисты сделали самоличным Евгений Уколова а вот что-то правильнее на табло сейчас мы увидели 11-11 уважаемые телезрители приношу вам огромные извинения но и наши графисты я думаю сейчас счет подправят потому что конечно же очевидно было что что-то здесь не так слишком большой отрыв в счете пользу Уколы и Берлы при равной в общем-то игре как мы видим сейчас с вами уже на стадионном табло не в общем-то абсолютно игра продолжается на центральной арене в Анапе в поселке Витязева 12-12 и хорошо очень сейчас Кирина Берла подобрала этот мяч а затем посмотрите здорово и как расчетливо она переправила его на сторону соперниц вывела свою команду вперед наконец-то до сих пор теперь уже можно с уверенностью сказать динамовки находились в постоянной погоне отпустив с самого начала недалеко но тем не менее отпустив своих соперниц из Обнинска они догоняли догоняли наконец настигли их перед самым технистим тайм-аутом мы сейчас уже вышли вперед на два балла 14-12 должен быть счет и берут свой командный тайм-аут в этот момент волейболистки из из волейбольного клуба Подмосковья полуфиналы сегодняшние которую конечно же отсмотрели совсем недавно завершились довольно неожиданно женские я имею ввиду хотя и однотипно молодежь в обоих случаях взяла верх над более опытными волейболистками Моисеева-Сырцева тяжелейшей борьбе вступили Холоминой-Ворониной ну а вот Полова и Бирлова довольно легко проиграли в двух партиях Холоминой а как раз они проиграли Холоминой-Ворониной прошу прощения 0-2 Бирлова и Уковова 19-21 17-21 вы это видели прекрасно а вот что касается Моисеева и Серцеви то они в страшной борьбе уступили лишь на тайбрейке Рудых Макрогузовой Проиграли первый сет на балансе 21-23 Затем взяли реванш 26-24 Также на балансе Ну и уступили Тайбрейк со счетом 12-15 Ну вообще Три трех сета триллера мы увидели Сегодня на стадии 1-2 финала И это было здорово Но программа наша естественно из-за этого съехала Слегка по времени вниз Так бывает в пляжном волейболе Достаточно редко Потому что в среднем пляжный матч продолжается Минут 35-40 Это было давно подсчитано И не нами Ну а тут три из четырех Поединка полуфинально продолжались Около часа и даже более того Как например матч Матрогузова Рудых и Моисеева сердца 15-13 смена сторон Лидирует Динамо По прежнему завладели они перевесом Как мы помним сразу после Технического тайм-аута Первой партии И с тех пор удерживают Двух очков Разница в счете Необходимая собственно говоря Для победы Что в пляжном Что в большом классическом волейболе Сейчас снялись соперницы И подача очень хорошая От сердца И в разрез между принимающими Руки подставила Все-таки взяла побольше укола Поскольку ей в основном приходится Эту нагрузку На своих плечах Вытягивать По ходу сегодняшнего Вот этого поединка Бронзового И уже Поскольку она привыкла Больше брать на себя И в этой ситуации Она также не уступила Мяч Кате Бирлы Хотя вполне возможно Это бы помогло Выиграть 16-е очко А так Проиграли Динамо В тот мяч И соперницы их настигли Наконец игра вновь пошла Вровень 16-15 Сейчас Бирлова Очень хорошо Все сделала На приеме И в атаке Но она сегодня в ударе В отличии Скажем от Жени Уколовой Ошибается Бирлова На подаче Вновь в полное равенство На центральной арене Пляжного стадиона В поселке Витязева 16-16 В Бирлова Направила свою подачу Моисеева Здорово сыграла На подборе В защите Александра Ну а дальше Что будет На сразу Сейчас подкинул этот мяч Потому что Было касание блока У Бирловой Под атаку У Половой Мяч полетел Был отведен С этой торцевой камеры Невозможно было Оценить Толком игровую ситуацию Все-таки думаю Раз не последовало Сильной атаки От Жени Значит Все-таки Мяч Был отведен От сетки Достаточно Далеко И в результате 17-е очко Брейковое очко Зарабатывают В этой первой партии Бронзового финала Моисеева Сердцева Врываются На один балл Вперед Таким образом Волейболисты Из Подмосковья Ну вот уже черед Динамо Убрать свой командный Тайм-аут Каждая Пляжная пара Как мы знаем Имеет такую возможность Единственный раз За сет А мы тем временем Времени не теряем Мы смотрим с вами Нарезку наиболее зречно Запоминающихся эпизодов Этого Бронзового поединка Спасибо Режиссеру трансляции За такое наполнение Продолжается игра Моисеева подавала Бирлова забила Это была она Сейчас больше все-таки Стали нагружать Екатерину Бирлову Сейчас очень здорово Сделано У Полова Судя по всему Вошла Окончательное выгружение И счет Счет сейчас она сравняла С этим обманным ударом Таким несильным накатом За руки владеющих Потому что очень здорово Очень хорошо все рассмотрел На противоположной стороне площадки И увидел Где находится Располагается Защитница В зону свободную От ее присутствия Она этот мяч как раз и переправила Здорово в защите Вновь играет Женя Она не смогла Довести начатое До Конца Не завершила Атаку Не использовала свой шанс Вновь Понятное дело Передача была отведенной Ну а дальше В очках играют Вики и другие волейболисты Волейболисты обеих команд Потому что сегодня солнечно В Анапе И достаточно ветрено Мы видели Что 28 градусов Цельсия При скорости ветра Это около 8 метров В секунду Но мы знаем Что это Весьма ощутимое Движение воздуха И главное Что солнце Ослепляет Безусловно И мне показалось Что в предыдущем эпизоде Ослепил мяч Солнце ослепило Женю Даже несмотря На вот эти вот Солнцезащитные очки Она не смогла справиться С не сильной В общем-то Атакой Екатерины Сырца В том моменте Ну а счет равный У нас очень интересная Концовка Наблюдается Первой партии Бронзового финала 19-19 Не справляется с приемом Моисеева Очень здорово Очень хорошо Прочувствовала 37-летняя наша Волейболист Александра Моисеева Этот игровой эпизод У нее была Очень сложная Доигровка Тем не менее Атака точнее говоря После неудачного Сбитого приема Тем не менее Она рассмотрела Прекрасно Что далеко в глубину Оттянулись Сюкову и Бирову Не ожидая Укороченного Мяча Укороченной скидки От соперниц И были за это наказаны И вот это был Первый сетбол А так В исполнении Евгении Уколовой Не прошла Мяч был наведен Очень здорово На сетку И там блокирующая В данном случае Екатерина Сырцева Не позволила Мячу перелететь На сторону На свою половину площадки И вот таким образом С первого сетбола Это равная абсолютно Партия Когда команды По большей части Шли на протяжении Всего сета Очко в очко Завершилось С первого сетбола Здорово сыграла Серцева на блоке И 21-19 В итоге Победа В первом сете Достается Волейболисткам Из Волейбольного клуба Подмосковья Одинцова Александре Мусеевой Екатерине Серцевой 21-19 Схема проведения Кубка России У мужчин и у женщин Как я уже сказал Точно такая же Как неделю назад Была в финале чемпионата России Что касается женских пар То изначально в борьбу На первом этапе Вступили 24 лучших Российских дуэта Которые были отобраны Следующим образом 10 по рейтингу Всероссийской федерации Волейболу 2 тандема получили Вайлдкарт от организаторов И еще 12 петелок Были отданы Мини-командам Представляющим клубы Суперлиди По классическому волейболу Сначала на предварительном этапе Было 6 подгруппы 4 пары в каждой Матчи в круг Ну а в плей-офф Пробились все дуэты С первого-второго места Плюс четверка лучших С третьих мест По дополнительным показателям Лучшим А дальше был плей-офф Начиная со стадии 1-8 финала Ну и перечислю Быстрых победителей И групп предварительного этапа В группе А победу Одержали представительницы ВК Обнинца Холомина Воронина В группе Б Рудых Макрогузова Из московского Динамо Колу Герлова Выиграли соревнования В группе С Их одноклубницы В группе Д Бочарова Губина Представляющие ВК Волейбольный клуб Обнинск Одержали верх В группе Е Моисеева и Сырцева Как раз Из ВК под Москвой Праздновали победу Общую И в группе Ф На испеченной чемпионке России Ганенко, Фролова, Анастасия Представляющие Волейбольный клуб Московского Динамо Также Были первыми Еще раз замечу Что По сравнению с чемпионатом России Недельной давности В Сочи Мало что изменилось В расстановке сил Все лучшие Дуэты по рейтингу Вновь пробились В решающую стадию Но вот В составе Некоторых тандемов Произошли Кардинальные перестановки И развели У нас в те времена Стартовала вторая партия Утешительного финала И Сейчас Первый брейк Осуществили На своей подаче В этом сете Моисеева Сырцева Вновь здорово Вновь здорово сыграл На блоке Ну там В общем Особый Большой заслуги И в этом не было Потому что Мяч был переходящий Достаточно просто Было его Перевести В свободную зону На стороне Соперность Тем не менее Перехватили Лидерство Болистки Из Одинцова Затем Первого Волкового Счет сравняли В составе Некоторых тандемов Произошли Перестановки Достаточно кардинальные Развели тренеры Наш самый юный тандем Двухмаши Из ВК Обнинск Они кстати Теперь уже Двукратные серебряные Призеры чемпионата страны И победительницы Напомню Прошлогоднего Кубка России Не знаю По каким соображениям Но вот так в пляжке Бывает Нечасто Но бывает А кроме Того В соревнованиях мужчин Тарас Мыстик Вернулся к своему Постоянному партнеру Никите Лямину Из ВК Витязь Анапа Ну и еще конечно Надо отметить тот факт Что Артем Ерзуткин Так и не успел Восстановиться После травмы колена Полученной на прошлой Неделе в Сочи Во время матча Одной четвертой финала Против Красильникова Стояновского В результате его партнер Игорь Величко Вернулся к своему Многолетенному товарищу По ВК Обнинск По любому клубу Обнинск Максиму Силова Вот собственно и все А результаты Как я уже говорил Чемпионата И кубка Очень похожи Точнее пока еще не результаты Ну а победители группы Состав стадии Участников Стадии Плей-офф 4-3 удерживают Минимальное лидерство Моисеева С Сверцевой Но если чуть подробнее Представлять этот Экипаж Моисеева С Сверцевой То надо сказать Что они давно Играют вместе Хотя конечно Как это очень часто бывает В пляжном волейболе Были периоды Когда Моисеева С Сверцевой Расходились по разным дуэтам Потом опять объединялись И так далее Впервые вместе Они сыграли в 13-м году И на московском Грандслэме Дошли тогда До стадии Четвертьфинала Удачным получился Для Моисеева С Сверцевой Еще один домашний турнир На опене Мирового тура В Анапе Они в 14-м году Дошли до финала Постоянно были на виду Эти девушки Естественно И во внутрироссийских соревнованиях Но Александра Моисеева Это и вовсе Уникальная Удивительная наша пляжница Еще в 2004-м Она выиграла чемпионат мира Среди юниорок А в 2006-м Вместе с Натальей Урядовой Которую мы уже сегодня видели С вами на экранах Она теперь работает С этим дуэтом Из 11-го Волейбольного клуба Подмосковья В качестве тренера Ну так вот Раньше Мы знаем Урядовой Моисеева Достаточно давно уже Конечно это было Являли с тобой Сильнейшую российскую пару И В 2006-м году Они стали чемпионками Европы Даже Та победа пока так Остается единственной Для наших мужских Женских пар На континенте Ну как мы знаем Совсем скоро Уже на этой неделе Стартует чемпионат Очередной Европы В Йормале Латвийская И возможно там Что-то в этом смысле Изменится Во всяком случае Очень надеемся В том числе На наших лидеров Конечно Действующих чемпионов Красильникова И Стояновского Ну а кроме того Урядова На пару с Моисеевой Дважды подряд В пятом-шетом годах Выигрывали чемпионат России Здорово как играют Сейчас и те и другие Затяжной эпизод Очень красивый Но После того Как у нас В очередной раз Сменились Лидеры на площадке Два очка подряд Три очка подряд Заработали Динамовки И была у них возможность Еще один балл Приписать Доигровочный Брейковый К своему Вот этому Набранному Количеству очков Не смогла Все-таки Справиться Своей Достаточно сложной Задачей Женя Укова Отправила мяч в аут Поэтому разница В счете Остается После результативного Выпада Кати Бирловой Двух очковый Пока что Всего 7-5 На нашем табло Тоже сейчас Счет Совершенно справедливый Очень хорошая подача Получается У Жени И все-таки Четыре касания Считает Главный арбитр Судья на вышке Что Не было касания Блока У Бирловой Считает Что От нее Можно ждать Усиления В этой второй Партии Бронзового Финала В тот момент Когда Носковные волейболисты Уступают В счете Три балла Моисеева Справились Справились Моисеева И Сверцева С дуэтом Из Обнинского Бочарова Губина 2-0 21-15 21-19 Ну и в полуфинале Против Рудых И Макарагузы Они уступили В сумасшедшей Абсолютно Борьбе На тайбрейке Об этом я уже говорил Вскользь 21-23 Проиграли первый сет На балансе Выиграли второй 26-24 На тайбрейке Вынуждены были Сдать 12-15 И у нас продолжается Борьба Как мы видим 9-6 Еще На одно Нет 7-9 На подаче Сердца Все так же Остается Минус 3 или 2 Балла В зависимости от того Чья подача До сего момента Такова была Разница в счете В пользу Московских Динамовок Но Вновь неудачно Было сыграно На приеме И вновь Екатерина Сырца Вот этой Абсолютно правильной И грамотной Технической Скидкой Этим движением Обеих рук Переправила мяч На сторону соперниц Сократив отставание До минимума 8-9 Сейчас Укова Еще получилось Достаточно Хорошо И четко Подача в разрез Между принимающими Весьма Отстраненная В пляжном волейболе Игра на блоке Бировой Была Так же Неплоха Вовсе Вовсе Не додавила Выверенным ударом Переправила мяч Под заднюю линию Попала в кромку Ленточки Заднюю То есть Самый край площадки 11-9 Эти тактика Динамо Изменилась Сейчас 12-9 В пользу Московских Пляжниц Представляющих Волейбольный клуб Динамо Уже пятый сезон Зрители на трибунах Центральной арены Видите его Достаточно много Как мы видим Стадион заполнен Но не до отказа Конечно Вот сейчас Хороший панорамный кадр Мы имеем возможность Оценить Количество присутствующих На решающих схватках Второго Наверное По значимости Нашего Натрироссийского Пляжного Соревнования Зрители Достаточно много На трибунах Так будем говорить Собралось Вполне возможно Еще Количество Величества Ближе к началу Естественно Решающих Поединков Мужского И женского Финалом Точнее наоборот Сначала женский И затем Только мужской Пройдут Здесь же Соответственно В 14-15 Часов Московского Времени Но если только Мы вернемся Конечно В свой график С которого Слегка Мы выбились Об этом я говорил В начале Трансляции Потому что Очень много Затяжных Упорнейших Поединков Мы увидели Точнее Три из четырех Трех сетов Матча Мы увидели На стадии Полуфинала Три из четырех Три из четырех Три из четырех и подруги сырцевой моисеева что не будет блока и сильно последний момент берлова решила отбежать от сети в глубину корта и поправку сразу же сделала катя молодец услышав слова подруги она мяч переправила очень коротко под сетку хороший эпизод таки игровой отмечаем для московских динамовок ну и приближаемся мы к чередному сегодня четвертому уже по счету тайбрейку 15 11 сердцева приняла эту подачу в разрез и затем атаковала оставшись на чистой сетке где-то стороне сейчас расположилась блокирующих но точнее отбежал самый последний момент увидев что но пытаясь запутать каким-то образом наверное ввести в заблуждение свою соперницу берлова немножко отодвинул глубину корта на сердце очень здорово все отследила теперь сама же она выполнила подачу и будет сейчас иметь возможность завершить до игровку но результативно таки не получилось подкачала конечно качество второй передачи мяч был заброшен на сотку на сторону соперниц александра моисеева и выпутаться из этой ситуации тяжелые тяжелее конечно сердце было просто выше ее сил смена сторон ошибка на подаче уколовой 13 очков копилки подмосковных волейболисток 13 16 мы все-таки сохраняют безусловно еще шанс на спасение в этом втором сете моисеева и сердце надо только слегка усилить свою игру что они собственно и делают на подачи александра моисеева великолепный мяч сейчас полетел после ее запуска планер до глубоко и очень сильно большим трудом мяч воздух берлова подбила но видите что из этого в дальнейшем вышла атаки не получилось одно очко на подачи моисеевой московные волейболисты отыграли 14 16 еще очень классно сыграно было моисеевой защите вновь но на сей раз динамовки повторной атакой своего все-таки добились скидка по линию прошла и 17 очков копилки 17 14 берлова сейчас будет подавать посмотрим в кого но по ходу этого поединка практически без вариантов по ходу второй партии бронзового поединка нагружают кирину сердцу своими подачами берлова сухого и сейчас эйс состоялся 18 очко уже на финише с это конечно же очень важно упал в копилку московских динамо вслед за этим последовала ошибка берлова и но это уже было неважно очко то она принесла трос сейчас сыграл конечно же на руку под московным волейболисткам если не получилось но справится с рикошетившим от троса и мячом берлова и по большому счету так и не удалось она мяч воздух подбила но затем увидели чем все закончилось и сейчас вынуждены московские динамовки брать свой командный тайм-аут при таком счете 18 16 ну а борьба на мой взгляд обостряется ближе к концовке второго сета и моисеева сердцева не сдаются бороться они безусловно будут до последнего и шансы на спасение у них есть неплохие и так безупречное сегодняшней игре ну и наверное на протяжении всего нынешнего такого немножко смазанного укороченного российского сезона не так хороши у кого сберу и как это обычно бывало в прежние годы напомню что они трехкратные чемпионки россии последних четырех теперь уже пяти лет наша ведущая лучшая женская мини-команда за всю пляжную эру самая опытная пожалуй всех нынешних не считая конечно моисееву сырцева в первую очередь моисееву александра на подачи катя сердца и вновь вы посмотрите точно такая же подачи не получается еще хуже и сложнее для соперниц каковой оказался предыдущий полет предыдущая подачи мяча и катерины до того как динамки взяли свой кайма командный тайм-аут таким образом благодаря подачи на сырцевой два очка подряд набирают подмосковные волейболистки и сокращают отставание свое до минимума 17 18 посмотрим чем же это все закончится вновь зона ответственности уколы летит мяч но здесь уже не сыграла решительно простите бирло отбывает кирина поверх рук блокирующие она переправила мяч на противоположную сторону укороченная от уколы не проходит увы 18 очко благодаря этому набирают подмосковные волейболистки и всего лишь балл им осталось выиграть на своей собственной подачи для того чтобы счет окончательно сравнять 18 19 мысеева и сетку рисковала саша подача не действительно такая зубастая бывает без зубой подачи а вот саши мы все очень даже неприятно неприятный планер для приема ну в прыжке как мы видим в женском волейболе вообще практически никто не падает нельзя так обобщать есть волейболисты которых мы сегодня увидим надежда макроглузова к числу относятся который все-таки предпочитает силовые подачи планирующим но в этой четверке волейболисты играющих за бронзовые медали кубка россии таковых на корте мы не видим 19 20 после атаки сердцевые ну и вот самый интересный волнующий и волнительный момент сумеют ли сняться сняться с первого выиграть очко на втором своем все более московские динамо сердцем также как и моисеев и подруга рискнула на подачи при счете 19 20 и ошиблась так же как и моисеев моисеев направил мяч в сетку как мы с вами видели ну а сердцева слишком сильно ударила по мячу переправил его вал вот видим на экранах сейчас этот счет утешительного финала кубка россии с участием моисеев и сыпциев и ковы и бирвовы с одинаковым счетом две первых партии закончились со счетом 21 19 пользу сначала одних затем других и сейчас все пришло у нас в результате к третьему сетку то бишь тайбрейку четвертому еще раз повторю за сегодняшний день у финальных и медальных поединков решающей стадии заключительного дня нашего кубка россии смотрим на резку интереснейших моментов но и тем временем я еще несколько слов скажу все-таки про ведение у кого екатерина берлова и подробно начал представлять но сказал что это одна из самых опытных и титуловных наших пар причем за всю историю женского пляжного российского волейбола екатерина берлова стала заметной фигурой пич воли с 2008 года то есть уже с 12 лет она выступает на высшем уровне и так уж и рано она пробилась даже в российскую элиту ну а сделать это вот это удалось в паре именно с евгений у кого объединились они в один дуэт в мае одиннадцатого года и с тех пор с небольшими перерывами у кого беру выступают вместе в результате своей продолжительной карьеры полу является рекордсменкой страны по количеству золота завоевана в чемпионат страны таких побед коллекции евгений целых 7 время как уберу уберу и только 4 но в кубке россии напротив чаще побеждала как раз катя у нее также четыре титула также как я уже говорил у кого уберу трижды за последние четыре сезона 5 точнее уже счетом нынешнего выигрывали чемпионат страны в этом же году они остались без медалей и заняли четвертое место ну и крупнейшее достижение этой пары на международной арене четверть финал олимпиады в рио у нас начался утрейный тайбрейк пока что равенство на площадке 1 1 продолжается до 15 очков решающий третья партия и смена сторон после каждых розыгрыш и каждых пяти баллов сырцева сейчас не справилась блоком соперниц и моисеева не сумела подобрать этот мяч свалившийся под самую сетку первый брейк на тайбрейке фиксируем сумели его осуществить динамовки москве вновь берлова убегает подачи к сетке вновь сердцу она подавала но и на сей раз не сумела закрыть атаку здесь в анапе на кубке россии в группе берлова и у кого одержали верную победу но затем в 1 8 переиграли по намареву аддорову из века волейбольного клуба протон 2 0 в 1 4 и одержали важнейшую победу надо на клубницами действующими теперь уже чемпионками россии ганенко анастасии фроловой также двух сетах победа досталось коловой берлова и 21 23 20 21 21 17 ну а в полуфинале сегодняшнем против поймена и воронина не устояли наш многократный чемпион вынуждены были уступить в двух сетах 19 21 17 21 продолжается тайбрейк и у пола выигрывает для своей команды 4 очко 1 брейковая 3 решающей партии 4 2 счет становится в пользу динамо ок а почему не по линии сейчас жени этот мяч стинула неужели так было неудобно передача от первого и подвела линия была абсолютно открыта не защищена но почему-то на повторе мы сейчас увидим джене но это уже концовка эпизода и обман накат исполнение моисеевой 34 вау улетает мяч после но так это не назовешь вынужденный такой скидки на сторону соперниц как и бирловой подвела передача из глубины корта но начал на сказать что прием получился не лучшим ведь у нас похоже что-то табло на экране вот 11 по партиям хотелось бы посмотреть счет на до 5 4 на самом деле должен быть счет в пользу бирловой уколовой но сейчас он сравнялся 55 после атаки екатерины сердцевой в обвод блока бирловой который как мы видим закрывала линию своими руками вход отправила мяч сердцевую и преуспела 55 равный счет на табло пляжного стадиона ведь и зевая и вырывается вперед вновь московский динамо в ки 6 5 вот эти было у кого зрители поддерживают мы слышим первую очередь у кого и бирлову не скрывают этого и ошибается сердца все-таки нащупали похоже слабое звено по ходу этого бронзового матча у кого вас бирлы начиная с 2 по моему партии все-таки они все свои подачи вели зону ответственности катя сырцевой время от времени катя дает сбой сейчас в разрез подачи было направлено укол очень здорово она это сделала и не разобрались на приеме между собой подмосковные волейболисты решила принять этот мяч спорный как вы еще называют пляжного волейболе сердце но руками по моему даже столкнулись на приеме к этим если саша мы сегодня хотела и уступать результате мяч видите увидели увидели улетел направлении рекламных счетов это командный тайм-аут при счете у 58 подмосковных волейболистов видим полное молчание не типичная случая достаточно типичный для разбора полетов тройкой участниц и их тренера ну пары слов черте обменялись мысеев сырцевые и вернулись на корт для того чтобы продолжить борьбу при счете 58 вот это сделано было классно и очень зрячи ничего с этим не попишешь моисеева прекрасно себя проявила в этом розыгрыше шестое очко своей команде принесла девять шесть уколова стояла справилась своей задачей грамотную скидку провела смена сторон берлова подавала моисеева простите сердце убьет ваут слетела тяпочка с головы же него пола решила и больше уже козырек точнее слетел больше не одевать и играть уже матч без нее до динамских болельщиков на трибунах витязева явно больше борьба над сеткой и куда пополнять все-таки немножко ваут немножко разминулся задней линии мяч после дара жени у кого борьба над сеткой и сразу же посмотрите же не решается на дальнюю скидку спустился своей судейской вышке и главный арбитр для того чтобы сама лично убедиться в том что линейный арбитр был прав нам хорошо своими было видно на экранах телевизоров что хорошо на самом деле не очень я ошибся главный арбитр зафиксировал попадание мяча в линию и таким образом 11 очко завоевывают берлова с уколовой вновь екатерина выцеливает на подачи свою тезку сердцу и вновь выбегает к сетке для постановки блокирующего заслона и вновь удачно все делает катя в результате счет становится уже 12 6 двукратный перевес на стороне московских волейболисток и пожалуй уже можно считать что и команды если есть привлечение мое небольшое журналистка и в этих словах то она совсем совсем небольшое крайне сложно было играть пляжников такую ветреную погоду здесь и витязево ветер стадион в анапе коренным образом отличался как раз от пляжного центра в сочи спорте in ландырь там трибуны сразу самого начала были построены и защищены от порывов ветра но в общем не важно уже сейчас это важно то что все-таки решили приняли решение подмосковные волейболисты а конкретно самолично это решение приняла екатерина сырцева вернуться на площадку и доиграть все-таки этот бронзовый матч после этого сразу же еще одно очко они уступили в счете разница стала уже 7 баллов достигла 7 баллов в пользу соперниц ну и после этого 7 очков выиграли сами сверцева с моисеевой смена сторон у нас после очередного розыгрыша пяти баллов после розыгрыша очередных пяти баллов на тайбрейте переходит смена сторон участницами поединка но сил мы видим что практически не осталось просто никаких физических недушевных кирина сердцевой не смогла она даже по сути дела до сетки мяч добить своей подачи и результате 7 сразу матч болов образовалась у берлова и сукова и 14 7 на подачи женя кого она будет подавать в разрез и пропускала мяч моисеева в результате ошибок своих расчетах он попал с запасом под заднюю линию таким образом 15 очко эйсом жене уколу своей команде принесла в общем и целом по двоя черту этому чуть-чуть